Итак, мы продолжаем. Приветствуйте! Он многие годы был образом русского во всём мире, но никогда не выступал в России. Он называл себя Героем Советского Союза. И сегодня у него есть шанс доказать, что он герой. В Голливуд, в России, приветствуйте! Тольф, Герой Советского Союза, Лундгрев! А вот этого бы ещё никто и не видел. Честно говоря, я ещё позавчера не знал, что это твой состоится. Да, это потрясающе. Его мужик потрясающе, это нам признаться. И человек говорит, что это хорошее. Говорят, очень добрый парень. Да, очень добрый. Засчёт того, как он потрясающий мужик, я вообще мужскую красоту не могу оценивать. Но по-моему, мне 47 лет, он хороший. Да, я могу, да. Я поэтому спрашиваю. Я давно живу и могу сказать, что потрясающе мужчина. Вы имеете в виду сумасшедшего. А это не то, что как выглядит, а вот в глазах что-то такое, в манере поведения. Нет, замечательный просто. Дольф Лундгрен. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По боям без правил. А потом он стал настоящей кинозвездой. Русский в Голливуде. Олег Доктара. АПЛОДИСМЕНТЫ Как он страшен в бою, я видел Доктара. Добился своего? Да. Он шёл таким тернистом, такой темный. А захотел в Голливуд? Попал в Голливуд. Он один уехал в Америку. Один без копейки денег, без связи, без ничего. А я знаю, это потрясающе просто. И пробился там, такая чисто американская сказка. Да, русский медведь, так его и зовут. Да, русский медведь. Спокойный такой, вальянный. Пока бой не начался. Ой, боюсь, надаёт он сейчас нашего красавца. Олег, русский медведь Доктара. Как мы разделимся сейчас? Да, как мы разделимся, значит, давайте-то я уже, ну, не знаю, как... Все за Олега? Нехорошо, гость всё-таки. Ну, давайте я за гостя тогда. Вы за гостя. Итак, Алла Пугачёва за Дольфа Лундгрена, а мы с вами, наверное, за Олега Токтарова. Ну ладно, будет так. Дольф Лундгрен, Олег Дангаров, рефери Юрий Копцев. Первый раунд! Я слушаю мои комментарии, хорошо? Слушай мои команды, не бьём ниже пояса, осторожней головой. Я желаю удачи. Гудо лака. Мы смотрим эти бои вместе с Аллой Борисовной Пугачёвой. Напоминаю, что информационный спонсор этого проекта – Авторадио. Токтаров Лундгрен. Да. 47 лет Лундгрену, 39 Токтарову. 8 лет разницы очень много. Боксёр готов. Но форма у обоих, я не уйду не одежду, а состояние физическое. Не, ну, конечно, Токтаров – это профи такой, что... Я не знаю, просто боюсь, что он сейчас сразу как-то достану в лоб, и всё. Вы же за Лундгрена, поэтому вы и боитесь. Ну, да. Итак, смотрим. Токтаров, он самбист по своей основной специальности, не боксёр. Да, неважно. Потом занимался уже вот ультимейт-файт, вот это тоже, что это бои без правил. А Лундгрен каратист, чемпион Европы был по карате. Он тоже не боксёр, посмотрите. Да. Токтаров, конечно, хорошо видит. Ой. Так показывает сразу, кто здесь хозяин лавки. Да, ну, посмотрим. Подождите, я же колдую, колдую. Давайте, давайте. Самое интересное, что Алла Борисовна написала мне в записочке про прогноз. Кто выиграет третье место, выиграл Журавлёв. Кто выиграет первое, я не скажу, у меня бумажка здесь лежит. Но прогнозы на этот бой не дала. А давайте, пожалуйста. Ну, давайте. Пишет, я здесь. Сверх ради-то. Вот так вот. Яблоков, пожалуйста. Пока Алла Борисовна пишет. Лундгрен готовит атаку из дистанции. Тактаров всё видит. Легко видит, уходит, уклоняется. Лёгок очень на ногах. Написали, спасибо. Ну, написали. Расписались? Не расписались. Не расписались. Чтобы не вести потом ответственность. Смотрим. Лундгрен, вроде бы, колоссальное преимущество в росте. Длиннющие руки. Но он совершенно не работает с дистанцией. Попробует выдать. А вблизи против Тактарова дело Кечева. Не очень чувствует дистанцию. Вот так вот, медленно. Так, пытается проверить, достать длинным левым джебом. Тактаров всё видит, легко отклоняется, видите, на ногах. Спокойно, очень экономно двигается Россиянин. Очень экономно. Да, как кошка с мышкой. Практически. Если не кошка с мышкой, он скажет, как опытный кот с котёнком. Да, Лундгрен может победить только чисто врачами, конечно. Я думаю, что вес Лундгрена хорошо со 100 килограммов. И если попадёт один раз, то это всегда очень тяжело. Александр Носик. Ваше впечатление от первого раунда какое? На мой взгляд, Олег сейчас точнее. И он точно уже в бою. А Дольфу ещё не хватает. Он немножко не раскрылся. Он не разогрет. Не разогрелся. Пьер, что вы думаете? Я думаю, так же. Татар очень собран, уверен в себе, мне кажется. И у меня симпатия к нему, поскольку он был у нас в гостях. А, был у нас в гостях. Наталья, ваши ощущения? Я могу сказать сначала, что Олег профессиональный спортсмен, а Дольф профессиональный актёр. И по тактике Олег сильнее. Лучше двигаться, да. А вы знаете, меня удивил даже Дольф. Я считал, что он только актёр. Но так он на ринге держится, в общем, вполне-вполне. И ещё неизвестно, что будет. Я бы не стал пока оставить деньги на чью-то сторону. Итак, ждём. Ты хочешь drink? Добрый день. Добрый день. Добрый день. У вас левый, успей. Вдох сделай, Олег. Глубокий. Обязательно глубокий вдох сделай. Я такое предчувствую, что Лунгрен должен вот где-то сорваться, да. В третьем-четвёртом должен как-то такой найти удар. Типа фука какого-то такого вот. Боковой. Да, он непрофессиональный, поэтому непредсказуемый, так сказать. Хорошо. Поскользнулся. Тактаров поскользнулся. Напоминаю вам. Это спешил-эвент. Специальный бой. Подарок зрителям. В день финала короля ринга. Тактаров против Лунгрена. Русский медведь против Ивана Драга, если хотите. Киночные образы. Тактаров так напоминает Лунгрену, что он умеет бить очень здорово по туловищу, по корпусу, короткими боковыми ударами, сбивая дыхание. Ну, Дольф это уже почувствовал нервненько. У него в арсенале не так много приёмов, но так длинный левый прямой он чётко знает. И повторяю, если попадёт за 100 килограммов весом мужик, неприятно. Хотя Тактаров умеет держать удары, но всё-таки столько лет в боях без правил. Бьют страшно. Да, но здесь-то правило. Из правил. Посмотрим ещё. Очень непредсказуемо. Сторожи головой. Тем более я болею за Дольфу. Да, тем более вы здесь написали, кто-то там боился. Вот здесь автограф. Ох, сильный какой боковой. Он выдержал. Стоит, да, стоит прилично. Тактаров так обозначил, действительно. Копцев, рефери, как надо, кричит всё по-английски, чтобы оба понимали. Тактаров, но, блядь, правил в Америке. Да. Лунгрен должен войти в роль. В роль, как следует. Ну что ж, я считаю, что Лунгрен вполне прилично держится, хотя получает по корпусу довольно много ударов. Не так ли? Вот эти вот джебы, джебы, джебы. Вот слева они проходят. Он пропускает удары в корпус, а Олег пропускает иногда удар левый прямой в голову Дольфа. Он доходит. Вы говорите, это с печалью какой-то. Ну, с печалью, потому что... Я бы хотела, конечно, чтобы они намного быстрее доходили. Немножко побыстрее, да, активнее. Ну, я согласен. Но я читаю, что сидишь, они просто ещё смотрят... Прощупывают друг друга. Да-да-да. И рано сказать, так вы... Рано сказать. Так, Александр. Дольф просыпается, и мне это нравится. Главное, чтобы он почувствовал себя быстрее уютно на ринге и стал пользоваться теми качествами, которые являются преимуществами по отношению к... Так, вспомним, будет он Иван Драгой или... Ну, я не буду говорить. Итак, следующий раунд. Ораль, Ораль, ближе, ближе. Олег, давай, Олег! Друкторов, давай! Друктор, блестящий. Ты прекрасно бежишь. Девчонки, я Доктарова, а за кого болеет Епифанцев? Володя, ты выжил? Да-да-да, и мне вообще не больно, надо не переживать. Вот, я борюсь за Олега, потому что он с детства мой кумир, я видел все его бои, это просто герой. Ну, ты был молодец сегодня, поздравляем тебя, это было круто. А рядом со мной Андрей Малахов, ну, практически четвертый участник группы «Блестящие». Блестящие, да. Я за Олега Доктарова, мы занимаемся в одном спортзале, я считаю, что это матч Россия-США, поэтому мы за Россию. Внимать, внимать. Вот принадлежность под гражданство у нас еще. Лундгрен, да-да. Третий раунд, мы с Аллой Пугачевой смотрим. Третий раунд боя Доктаров-Лундгрен. А, Лундгрен. Ну, давай, Лундгрен. Доктаров наш мужик сильно переживет. Ну, дай ему. Знаете, я страшно уважаю Идольфа, Игоря Лифанова, которому 53 года, который вышел участвовать в проекте «Карой Ринга». Просто заставить себя в это время просто быть в форме, тренироваться и потом выйти и биться. Это многого стоит. Не говорите мне про этот форум, потому что я и спорт – это вещи совершенно несовместимы. Ну, почему вы тогда так тонко понимаете бокс? Я вот чего понять не могу. Откуда? Это, видимо, вот ясновидение ваше. Да, на уровне интуиции, так скажем. Не будем называть это ясновидением. Это слишком жирно. Так, ну, немножко отлепись. Тем временем Лундгрен решил попробовать удар правой с дистанции. Вот такой длинный пасовой. О чем и говорил Алла Пугачева. И, кстати говоря, это неожиданность для Тактарова, судя по всему. Но я думаю, что все здесь решит третий раунд. Для меня неожиданно, что Тактаров голову не бережет, видя, что он гораздо ниже, в принципе, в Интере. Значит, опускает где-то руки. Значит, чувствует, что удары не очень сильные. Вряд ли он так бы дал себя бить спокойно. Это у нас третий раунд. Это третий раунд. Еще концовка этого, еще два раунда. И после этого финальный главный бой. Запашный Дятлов. Ох, это будет зрелище. Тактаров опять по корпусу. Левый, правый, левый. Да! Да, спокойно. Он все-таки артистичный. Красавец. Настоящий шведский красавец. Аполлон практически. Ну что, никакого явного преимущества ни у Олега, ни о тебе обсказал. Я могу сказать, что у них хорошая выносливость, во-первых. Во-вторых, Дольф не так просто сдастся Олегу. И надо еще побороться Олегу для того, чтобы выиграть. Да, это точно. Пьер, у вас ощущение какое? Ну, мне кажется, что здесь уже Дольф уже понимает, что он может. Что он может выиграть? Да, да, да. Ну, не выиграть, но что... На равных боях, да? Да, не так страшно. И он начинает идти период. Я начинаю волноваться, честно. А вы начинаете волноваться? Да, да, да. Я волнуюсь. Я думаю, что взрыв у каждого впереди. Оба-оба соперника еще пока себя сдерживают. Они что, держи, держи, держи. Они готовы к гораздо большему. И этот взрыв можно отстать обратно другому. Ну, один явно в ближнем бою, а другой держит на дистанцию, да? А тут вот, если Дольф четко почувствует эту дистанцию, будет держать, тогда у него больше шансов, как бы, да, удержаться и выиграть на мысле. Он может выиграть, ты даже считаете, да? Я думаю, да, да. На дистанции, если будет работать. Да, тут выигрывает техника. Ирина Олегрова часто спрашивает, Ирина Александровна, а почему вы свою дочь не пускаете на сцену? Почему она не поет? Потому что она боксирует, да? Вообще боксирует, да. Вообще она меня приобщила к боксу. Ну, мне кажется, что она боксирует лучше, чем Лундгрен. Вы думаете? Да. Здесь рядом со мной Виктория Дайнека, которая ведет программу, посвященную солдатам. Похож Лундгрен на солдата? Настоящий солдат. Просто настоящий полковник. Вот, забирайте. Девчонки, вы любите таких, как Лундгрен? А вот и Елена Захарова. Леночка, вы такая тонкая, чувствительная девушка. За кого болеть? За Лундгрена. Почему? Он же не наш. Вы знаете, но мне почему-то его стало как-то жалко. Я не знала, за кого болеть. Нам жалко Лундгрена. Лундгрена еще разбирается, как его жалеть. Очень или не очень. Четвертый раунд. Вот так Тарам с дистанции начинает отдохнув. Начинает уже бить. Проверяет Лундгрена. Разница в росте его даже не смущает. Он быстро сокращает дистанцию. Может, он так с такой хитринкой, что к пятому раунду готовится? Может быть. Может быть. Посмотрим. Пятый раунд будет скоро. Мне кажется, что Тахтаров бережет силу. Вот как легко. Видите, уходит. Итольф бросается вперед. Олег так коротко ответил. Опять уходит. Ему 39. И есть, конечно, немножко лишнего веса у Олега. Но в целом он в отличной форме. Вот сейчас, смотрите. Тольф очень опасно выбрасывал левую прямую. Но Тахтаров увидел и тут же резко уклонился. Аккуратно. В ближний бой всегда опасность. Особенно есть разница в росте. Есть опасность травмировать соперника ударом головы, движением головы. Опять Гюру Лондон готовит удар. И не проводит. Да! Для них вот что-то не солидно, что они так все обнимаются. Одному из них все-таки 47. Что такое 47? Вы меня обижаете. В моей почти 60. Это вообще... Ваши 22 должны просто более жестко требовать от мужиков. Я и 70 не боюсь. Мужик. Пускай работают. Вот они начали работать. Вот они услышали наши слова. Да, да, да. В 47 лет только. Начинается. Да. Проследние 10 секунд четвертого раунда. Чей раунд? Очень хороший, очень хороший атаку. Серийную по корпусу проводит Тахтаров. Чей раунд? Чей раунд? Чей раунд? Ну, чей? Я думаю, равный. Равный раунд? Да. Равный. 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 Значит, все решается в пятом, как вы думаете? Я думаю, что если бы Олег переводил из корпуса удары в голову, то было бы намного лучше. Но если бы он перевел в голову, то Лунгар бы упал. А вы думаете, он специально не переводит голову? Ну, не знаю, мне кажется, опасно. Я думаю, даже что не хватает агрессии от Олега, как я думал. Так? Да. Я думаю, что он будет больше агрессивнее, то он пассивный, мне кажется. Он такой пассивный русский медведь, а не активный русский медведь. Отсутствие агрессии может быть даже и хорошо, потому что они все равно показывают хороший бокс. Так. Достойный двух мужчин, тем более, что один все-таки профессионал, другой актер. Так. С разницей в возрасте. И это достойно, красиво. И, ребята, какая выносливость. Мы-то дрались по три раунда. Они дерутся уже сейчас четвертый. Я могу десять. Ну и потом... Это все слова. На самом деле это вызывает безумное уважение. Да, да, да. Безумное уважение. Ну что, это мировые звезды на ринге, которые, так сказать, показывают характер. И очень важно, что действительно бой не между странами. Это бой между двумя мужчинами. Конечно, ну а как же. Ну, конечно. Достойно, если я видела. Да, достойно абсолютно. Ну что ж, посмотрим этот пятый раунд. Не знаю, где ваши симпатии. Ничего не подсказываю. Ну, разумеется, большинство за своего, так или иначе. А я за кого не скажу. Да. Великолепный матч, который сводит звезд голливудского кинематографа здесь, в Москве, на сцене программы Король Ринга и Светлана Мастеркова. Чемпионка, красавица и просто удивительная девушка. Болеет за кого? Я болею за Олега, и мы все болеем за Олега. Тебе не кажется, что он бережет лицо? Я думаю, что он бережет... Лундгрину. Он бережет... Даешь лицо Лундгрину. Он бережет ему репутацию. Мы ему подарим новое лицо после сегодняшней программы Король Ринга. Вы знаете, Лундгрин собирается сниматься в русском кино, поэтому лицо ему еще пригодится. Болкины-то разошлись. В конце концов, пятый раунд решающий. Этого почти равного боя. Но равного ни по росту, ни по возрасту. Лундгрин старше. Ну вот, вот, о чем я говорила. Лучше. Да, да, пошел, пошел. Пошел бить по туловищу. Но лицо действительно бережет. Да. Может ли сейчас Гольф что-то отбить? Ему важно удержать соперника на дистанции. Но как это сделать? Это так просто на словах здесь советы давать. Как его остановить, когда он... Тахтаров резко, мгновенно сокращает дистанцию и тут же бьет по туловищу. Ну, Удольф, работай, работай, иди сам. Начинай работать сам. Не жди. Горячий шведский парень. Горячий. Давай уже. Держи, удержи. Разойдись, разозлись. Но он не злой. Он такой... Да, ну он спокойный, добрый парень. Спокойный, добрый. А потом иди попади. Разозлиться ты можешь, надо же еще попасть, чтобы соперник позволил. А если вдруг попадет? Минута последняя. Последняя минута. Держит просто. Оба устали. Что решат суть? Конечно, я думаю, они решат преимущество Тахтарова, если ничего не произойдет в эти последние 30 секунд. Нет, Дольф устал. Он реально устал. Это видно по движению, особенно правой руки. Он вроде бы бьет, но не идет, не летит кулак. Надо разорвать дистанцию. Размен удар в ближнем бою не в пользу Лундрана. Нужно разорвать дистанцию и работать издали. Бас. Нет, Тахтаров легко ныряет. Он видит задумки соперника. Последние 10 секунд. Ну что, Алла Борисовна? Хорошо. Ну что? Здесь в студии зааплодировали после боя. Чего вы аплодировали-то, Саша? Мужество и упорство двух мужиков. Красивых, хороших, настоящих мужиков. Пьер. И мы знаем, что такое держать, да? Именно там, когда люди смотрят, это совсем другое. А мы знаем, что такое бокс. Быть там, да? Да, и поэтому выйти уже, эта победа, это... Наталья, у вас прогноз. Вы знаете, я бы дала ничью, потому что ребята достойно побоксировали. Я молчу, но я, на самом деле, я знаю, по идее, по очкам, кто выиграл. Ну, сейчас его узнаете. Дорогие друзья, в этом бою боковые судьи решили так. Боковой Калинкин. 48-47. Тактаров. Боковые Горстков и Пучков. 50-46. И победитель этого боя, единогласно, Олег Тактаров. Ну, я бы аплодировал Кольфу за то, что он выдержал 5 раунок в уровне страшного русского медведя. Да, да, да. Вы согласны со мной? Да, хотя, можете проверить. А что, могу я показывать бумажку с подпичи Пугачёва, пожалуйста? Можете посмотреть, если хотите. Вот она. Нет, не Пугачёва, это Олег. Вот у меня в руках, я держусь, если хотите, покажете. Тактаров, сухописи Алла Борисовна. Она предугадала. Итак, дорогие друзья, мы только что стали свидетелями сумасшедшего боя, потому что впервые легенда видеосалонов Советского Союза против звезды боев без правил и голливудского актёра Олега Тактарова. Сначала несколько слов к победителю. Смотрите, начинка с Долфа. Он прилетел сюда 13 часов полёта, не побоялся. Человеку 49 лет, в прекрасной физической форме, у него живот меньше, чем мой. Смотрите, какой красавец. Дольф Лунгрен! Аплодисменты! Дольф Лунгрен! Вы видите, как я его поднял? А сейчас я подниму вас. Ну-ка, все вместе! Дольф Лунгрен! Дольф Лунгрен! Олег, Олег, у меня вопрос. Олег, извини, вопрос. Скажи, ты когда был юным, ты смотрел «Роки 4»? Открой секрет. Перед каждыми соревнованиями, это помогало мне настраиваться. Если я не посмотрел, я чувствовал, что я могу проиграть, я себя неуверенно чувствовал. Ну, а теперь вопрос к Дольфу. Помоги нам перевести, пожалуйста, Олег. Ты же говоришь по-английски великолепно. Дольф, я знаю, что ты собрался сниматься в русском кино после этого боя. Ты не передумал! Дольф, мы знаем, что ты хочешь работать в русских фильмах. После этого боя, ты меня не изменил? Нет, я люблю Россию, я люблю люди, это был отличный борьб. Добрый работал! Он любит Россию, любит российских людей, любит работа актера. В общем, классно все получилось, классная работа. Итак, внимание, теперь после этого боя, я уверен только в одном. Перед нами два отличных русских актера! Дольф и Олег! Ты же русский, да? Добрый работал, ребята!